У них золотые руки, говорят про героев нашего следующего сюжета. Занятие любимым делом кому-то приносит материальный доход, а кто-то занимается им только для души. У народных мастеров резьбы по дереву в Чебоксарском районе побывали мои коллеги. Вячеслав Эткер практически живет в мастерской. Здесь фигуры животных, мифологические персонажи, статуи из дерева. Для изготовления монументальных парковых скульптур автор использует дуб. Человека красят поступки, дела считает скульптор, поэтому к богатству он не стремится. В рекламе не нуждается, заказов на деревянные изделия хоть отбавляй. Кровати, скамейки, беседки, ворота – это еще не полный список выполняемых работ. Деревянные медведи и лебеди в мастерской уже не помещаются. Пришлось выделить им место в новом строящемся доме. Один Вячеслав с заказами уже не справляется. Взял в помощники сына, который, как и он, закончил художественно-графический факультет Чувашского педагогического университета. Первую детскую площадку сделали мы в Вишаках. Сказочный городок и спортивный городок. Все деревянные были у нас. Это было в 1985 году. Когда у меня еще дед живой был, он делал пчелиные улья. Мне это бесподобно нравилось. Мне так хотелось, чтобы вместе с ним тоже работать. Но не рубанок толкать у меня сил не было. Но я же маленький был. Вот потом, значит, я втянулся. В армии мне повезло. В армии я служил с удивительно интересными людьми. Художники, резчики по металлу, по камню, по гипсу, по дереву. Однажды в армии, взяв в руки резец и топор, скульптор так до сих пор с ними не расстается. У Михаила Захаровича Дмитриева любовь к резьбе по дереву тоже зародилась во время несения службы. Правда, это искусство – его хобби. А работал он инженером-технологом на деревообрабатывающем заводе. С возрастом душа потянула на малую родину – деревню Яуши. Захотелось заниматься с детьми, говорит Михаил Захарович. В старой заброшенной школе на добровольных началах он учит детей резьбе по дереву. Занимаясь с детьми для души, говорит мастер, у него учатся пять юношей. Для творчества они в основном используют липу. И в руках мастеров дерево превращается в изящные деревянные ручки, декоративные подносы и подставки для цветов. Эти я сам сделал. Вон это ребята начали делать сейчас. Вон как раз там тарелочки. Вначале я делаю образец вот везде. И хоть подсвечники, хоть ручки для дверей. А потом делают ребята. Михаил Захарович и его ученики – участники различных выставок в Чебоксарах и в своем районе. Они устраивают показы и для односельчан. Мастер уже три года бесплатно работает с детьми. Его скромность не позволяет ему даже попросить деньги за занятия у главы администрации большекотрайского сельского поселения. Хотя, по словам Михаила Захаровича, если найти спонсоров, они с ребятами вполне могли бы выполнять заказы и зарабатывать таким путем хотя бы небольшие деньги.